Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Мы должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все пять лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими и я бы сказал ровными, без сильных всплесков, пишет Соколов. Известно, что с 2018 года Анастасия жила у Соколова, но в учебном заведении об этом пара не распространялась. По словам Олега Валерьевича, они любили друг друга. Летом 2018 года мы приняли решение о свадьбе, подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года. Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы 28-29 апреля, рассказывает Соколов. Как утверждает доцент, отношений с другими девушками с 2014 года у него не было, а с 15 сентября 2019 он называл Ещенко своей невестой даже при своих родных. Соколов осознает, что уже ничего не изменить. Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить, добавляет Олег Валерьевич. Также стоит добавить, что бывшая избранница доцента из ПБГУ, которую тут нежно назвал Катрин, не называет своей фамилией и контактов. Несмотря на то, что Соколов находится под стражей, она все же опасается за свою жизнь. По словам девушки, она и сама не могла представить, что уважаемый профессор может стать преступником. «Это была моя первая любовь», — объяснила она. «До знакомства с ним я жила в изолированном мирочке, всегда очень хорошо училась. У меня была традиционная полноценная семья. Я сама поступила в университет и шла на красный диплом. Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. Долгое время преподавателю удавалось скрывать, что у него есть жена и двое детей. При этом новой возлюбленной он обещал скорую свадьбу. Девушка отмечает, что никогда не пользовалась его влиятельными связями и жила на собственные средства», — рассказала девушка.